Берег Россия Владивосток. Ведущий Игорь Анатольевич Романов. На канале Берег России мы освещаем события, связанные с жизнью государственной в нашем Отечестве и, конечно, с жизнью церковной. Естественно, что в фокусе нашего внимания события международные, мирового плана. И особый интерес и даже волнение, тревогу вызывают сегодня процессы, которые происходят в церкви и вообще во всей религиозной сфере, в духовной сфере в мире. Сегодня мы хотим поделиться с вами реакцией болгарской православной церкви на, скажем, откровенно провокационный визит Папы Римского Франциска в Болгарию. Визит этот состоялся на днях и по этому поводу мы приводим сейчас материал Владиславы Николаевны Романовой. Называется он так. Патриарх болгарский неофит. В отношении веры компромиссы невозможны. О визите Папы Франциска в Болгарию. Итак, мы знакомимся с этим замечательным материалом, в котором дается оценка и визиту, и очень стойкому поведению болгарской православной церкви. Такому поведению, с которого необходимо брать пример и нашей церкви, и вообще всем православным христианам. Итак, читаем. Сменились нормы международной дипломатии. Болгария теперь страна ЕС. Не нужно спешить осуждать болгарскую церковь и патриарха Неофита за встречу 5 мая 2019 года с римским епископом в зале святого синода в Софии, которого болгарский патриарх назвал даже «Ваше святейшество» как патриарха. Хотя в этой ситуации вспоминается ответ предстоятеля сербской церкви патриарха Павла на просьбы о встрече с папой Иоанном Павлом II. Сербский святитель ответил в таком шуточном духе, что мы, мол, оба пожилые старички, зачем торопиться и встречаться здесь на земле? Лучше подождать и встретиться у Господа на том свете. В последних непростых событиях жизни вселенского православия эта небольшая болгарская поместная церковь проявляет завидную с позиции той же многочисленной и богатой разными ресурсами русской церкви духовную трезвость и твердость. Так болгары совершили достойный и православный шаг, давно оставив Всемирный совет церквей, порвав с членством в этой антихристианской структуре нового мирового порядка. Они не поехали на критские заседания, не признали так называемый Критский собор 2016 года в качестве великого и святейшего, не приняли его решений. Эта церковь, как и все православные церкви, трезво оценила шаги стамбульского иерарха Варфоломея по учинению раскола в мировом православии посредством грубого и неканоничного вторжения в церковные дела Украины в 2018-2019 годах. Это немалого стоит при учете, что церковь существует в непростой атмосфере Европейского Союза, неверии основной части населения, полной нищеты и скудости паствы, в атмосфере моральной травли со стороны либеральных и прозападных сил, в окружении многочисленных масонских организаций и сект. 2 мая 2019 года, накануне визита, болгарская церковь сообщила общественности и представителю Ватикана, что не может принимать участие в мероприятиях понтифика, изобилующих экуменическими молебствиями и встречами по причинам каноническим. Совместная молитва с еретиками, коим является Папа и все остальные, невозможна. Синод и патриарх лишь дали согласие встретиться с Папой в зале Синоды и разрешили ему на несколько минут посетить кафедральный патриарший собор во имя святого благоверного князя Александра Невского. Какие-либо молитвы и сопровождение патриаршего хора исключалось. Так и получилось, что Папа вошел в пустынный собор на несколько минут, помолился напротив алтаря, сидя на специальном кресле, установленном на коврике орлице, обратил внимание на мощи святых и иконы и оставил памятную запись в книге посещений. Миру мир. Миру мир – это экуменический девиз данного папского визита. По его речам и выступлениям чаще всего кажется, что он не католик и не христианин даже, а рядовой функционер экуменизма, потерявшийся между костелом, синагогой и мечетью. По его речам можно понять, что из костела он уже вышел, и в Париже даже спалили костел, чтобы ему возврата не было, а в объединенную синагогу мечеть пока не вошел. Так и живет на площадке между ними и постоянно требует освободить все оставшиеся в Европе костелы и монастыри под мечети для мигрантов с Ближнего Востока и Африки. В Болгарии он выступал с подобными же по духу призывами поскорее освободить свою землю для более нуждающихся нехристиан. В самом конце визита Франциска в Софии устраивается особо действенная экуменическо-масонская акция с его участием. Об акции заранее оповещаются журналисты и СМИ. Цитата. Фраимский отправит свое послание за мир из так называемого Малого Иерусалима, пространства в болгарской столице, ограниченного православным и католическим храмом между синагогой и мечетью. С этого места призыв к миру прозвучит перед всей землей с особой силой. С полной серьезностью говорит католический экзарх в Болгарии Христо Пройков. Пресс-секретарь католической церкви в Болгарии Ива Михайлова дополняет информацию об этой акции. Цитата. Во время этого события рядом с Папой Франциском станут лидеры других исповеданий. Вероисповеданий у нас как знак поддержки с тем, чтобы сила его послания достигла всех очагов напряженности в мире. Не только мест вооруженных конфликтов, но и прочих несправедливых и нетолерантных обществ. От участия в этой совместной молитве отказался единственный святейший сенот нашей православной церкви. Цитата окончена. Ива Михайлова сообщает о том, откуда идут корни этой акции. Цитата. Наверное, многие задаются вопросом, почему Папа Франциско выбрал именно Софию, чтобы отсюда отправить свой призыв к миру. Именно в Болгарии будущий Папой Иоанн XXIII, речь идет об Анжело Ранкали, который с 1925 по 1934 годы занимал пост папского нунция в Софии, а в 1958 году был избран папой под именем Иоанн XXIII. Это один из основоположников католического обновления, недавно канонизированный Франциском. И именно этот Папа Иоанн XXIII, цитирую Иву Михайлову, обосновал идею, что вполне возможно, чтобы люди разных вероисповеданий жили вместе в полном согласии. Цитата окончена. С точки зрения болгарских католиков, Болгарии Иоанн XXIII, наверное, и увидел образец мультикультурализма и экуминизма. Цитата. Ведь именно это и происходит у нас. Православные мусульмане, евреи, армяне долгие века жили вместе и проявляют эту взаимную толерантность и по сей день, говорит пресс-секретарь католической общины Болгарии. Получается, что Ранкали решил перенести болгарский опыт на весь мир в ходе выработки экуминической доктрины Второго Ватиканского собора. Но, может быть, он просто где-то в Болгарии или в Европе приобщился к тайным обществам со всеми толерантными идеями. Визит Папы Франциска в Болгарию пройдет под знаком мира 24 апреля 2019 года. На эту статью ссылается автор нашего материала. И Иоанн Павел II в 2002 году и нынешний Папа Франциск в своем приветствии Болгарской Церкви выражает сожаление об отсутствии у них Пап полного общения с Православной Церковью. Причем Франциск выражает уверенность, что оно будет достигнуто. В этих условиях Болгарская Православная Церковь использовала приезд, мягко говоря, неправославного епископа Рима для свидетельства об истине православия так, как это возможно в сложившихся условиях. Фоторепортажи и видеозаписи показывают, как Папа Франциск слушает приветствия патриарха Неофита в синодальном зале. В тексте приветствия, размещенном на сайте Болгарской Православной Церкви, Папе напоминает, что Болгарская Церковь стремится защищать и сохранять Церковь непорочной и незапятнанной и не допускает компромиссов с верой. Патриарх Неофит в приветствии ответил нынешнему Папе на экуменическую и экклезиологическую синтенцию предыдущего Папы-визитера о том, что, цитата, «Господь Иисус Христос основал одну единственную Церковь, но сегодня мы представляем себя миру разделенными, как будто сам Христос разделен». Об этом сказал Иоанн Павел II. Патриарх Неофит ответил на этот вечный католический упрек, что, цитата, «Здесь, в столице болгарского государства Софии, носящее имя премудрости Божией, мы всегда молились за единство мира во Христе, потому что единые христиане будут сильнее». Патриарх указал на Божий промысел, который сделал эти земли свидетелями как самых высших вершин единения христианского мира, так и свидетелями ожесточенных споров и расколов. Он напомнил Папе о Сердикийском поместном соборе 343 года, который состоялся на этой земле, цитата, На этом соборе в присутствии 300 епископов западных и 79 епископов восточных епархий Едино-Святой Соборной Апостольской Церкви под председательством Кордовского епископа Осия торжественно был подтвержден никийский символ веры. Святой Афанасий Великий вновь доказал живость хрианской ереси, и были приняты важные церковные правила. «Сердикийский собор – это праздник Вселенской Церкви и наследие, которое должно поощрять и вдохновлять нас», – сказал патриарх. Здесь обратим внимание, что патриарх указывает на собор с участием большого числа епископов западных епархий, и что они утвердили никийский символ веры, который Папы и Западная Церковь исказили с IX века, добавив формулировку об исхождении Святаго Духа и От Сына. Так патриарх показал, что единство Церкви нарушили те, кто не соблюли постановления Вселенских соборов и исказили символ веры. А вопросы Иоанна Павла II и Папы Франциска об отсутствии единства христиан должны быть обращены в первую очередь к самим епископам Рима. Патриарх напомнил также Папе, что в болгарских архивах сохраняются древние документы IX века, проливающие свет на обстоятельства крещения и принятия болгарского народа в лоне христианской веры. Это прежде всего переписка Папы Николаев I и святого патриарха Константинопольского Фотия со святым князем Борисом Михаилом, крестителем. Упомянув эту переписку, патриарх напомнил, что конфликт Папы Николая I и патриарха Фотия по поводу крещения Болгарии, где проявились властные притязания Пап, во многом объясняют дальнейшее развитие печальных событий, завершившихся великим расколом 1054 года. Патриарх сказал Папе, что этот раздел истории плохо изучен, и должные выводы из тех событий не были сделаны по сию пору. Цитата. И вполне возможно, что в тот момент, когда история Вселенской Церкви приплетается с историей болгарского государства, скрываются некоторые ответы на вопросы, которые касаются нас сегодня. Таким образом, насетывание властолюбивых Пап, жестоко подчинявших некогда своей власть не только патриархаты, но и светских князей и королей, об объединении Церквей в нынешние экуменические времена, патриарх Неофит ответил в этом приветствии. Цитата. «Жизнь Церкви руководствуется нашим Господом Иисусом Христом. Если Господь, Бог, допустил что-то, то Он знает, почему Он допустил это, и ожидает, что мы узнаем, почему. Мы, болгарская православная церковь, твердо убеждены, что в отношении веры компромиссы невозможны и неосуществимы». Спасибо, дорогие друзья. Это был текст Романовой Владиславы Николаевны, кандидата политических наук, заместителя директора Центра церковно-государственных отношений «Берег РУС». И этот текст, конечно, открывает нам, насколько тонко и мудро смог патриарх Неофит ответить Папе Римскому, насколько твердо явил он православную позицию свою, насколько непоколебим оказался он в этой ситуации, общаясь с Папой. При внешнем доброжелательном отношении, мягком и благорасположении, патриарх Неофит показал Папу полнейшим еретиком и человеком, подрывающим устои святой церкви, последователем глубочайшей ереси, которая и была внесена Папами и привела в итоге к великому расколу в 1054 году. А вместе с тем мы явно видим, что был принят никейский символ веры на Вселенском соборе, и там участвовали западные епископы. По поводу визита Папы в Болгарии материалов отчего-то не так много сегодня в СМИ. А вероятно, либеральные СМИ, кое-большинство в информационном пространстве, просто не хотят показывать, насколько выигрышно и насколько убедительно смотрелся патриарх Неофит в отношении Папы Римского, являющего невероятное иезуитское лукавство. Лукавство, приезжая как государственный деятель, он вместе с тем одновременно несет и религиозную нагрузку. Он едет и как епископ, но лукавство заключается в том, что он едет по приглашению светской власти, как бы скрывая свою епископскую функцию религиозную. Ватикан – религиозное государство, одновременно и государство, и центр католической церкви. Нужно добавить, что некоторые материалы, которые все-таки появляются в России, связанные с поездкой Папы в Болгарию и вообще на Балканы, дают адекватную оценку, подчеркивают твердость православной позиции болгар. Однако, сегодня мы смотрели материал отца Георгия Максимова. Он тоже очень позитивно, конечно, характеризует позицию болгарской православной церкви. При этом, на наш взгляд, недостаточно адекватно оценивает поведение Папы Римского и возможные последствия вот такого вероломного поведения Папы Римского. Отец Георгий говорит примерно в таком духе, что Папа Римский уже мало что из себя представляет. И что никаких последствий от его визитов для той же болгарской церкви быть не может. На наш взгляд, ошибка здесь в том, что Папа Римский – это не просто предстоятель католической церкви, понтифик, это человек, который имеет очень большой международный вес в мировых структурах, в тех структурах, которые занимаются сегодня насаждением, устроением нового мирового порядка. Это один из таких, скажем, серьезных и довольно агрессивных и последовательных бойцов, Папа Римский, бойцов нового мирового порядка. И в этом смысле, конечно же, мы не можем недооценивать или как-то легковесно относиться к поведению Папы Римского, к международному его поведению, к его вот этой празелитской деятельности, в кавычках, миссионерской. Поэтому нужно внимательно наблюдать за политикой католической церкви. Есть угроза подготовки визита Папы в Россию. Однако не должно быть по этому поводу каких-то панических настроений, каких-то стихийных митингов и прочего такого не церковного поведения. Конечно, мы в первую очередь должны молиться и должны давать адекватную, безусловно, оценку и римской церкви, и ее такой наступательной позиции с претензией на мировое господство. Ну и, конечно, мы ни в коем случае не должны молчать по поводу возможного визита Папы Римского в Россию и сделать все, чтобы этого визита не было, но сделать это так, чтобы не дать повода врагам вовлечь нас, православных, в какие-то вот стихийно-разрушительные процессы. Потому что этот вероятный визит Папы Римского, он так и подается, чтобы у нас стало еще больше непоминающих, еще больше таких вот бунтующих. Этого быть не должно. Мы должны твердо стоять в нашей русской православной церкви, молиться, уповать на Господа и, конечно же, свидетельствовать миру о Христе. На этом у нас все. Спаси Господи, дорогие братья и сестры. В эфире «Берег России» ведущий Игорь Анатольевич Романов. Наш эфир окончен. Благодарим за внимание. С Богом!